Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Роман Шкуда. Сделки недели». Роман, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день, дорогие друзья! Я думаю, если прошлая неделя была достаточно интересной для всех, и сейчас посмотрим, что удалось сделать. Да, подойдите. Секундочку, я начинаю демонстрацию. Думаю, сразу пройдем дело, не будем долго задерживаться. Итак, начнем мы с понедельника, 6 числа. Это у нас было 6 февраля. И я обратил сразу внимание на пару доллар-рубль. Почему? Потому что инструмент закрылся ниже, предыдущий день закрылся ниже важного уровня поддержки на дневном графике, который находится в зоне 60 тысяч 0,70 приблизительно. То есть, позапрошлый день мы увидели ложный пробой закрытия выше. В предыдущий день инструмент закрылся ниже данного уровня. И, скорее всего, движение в сторону тренда будет продолжено. Можно было так анализировать данный момент. Провел уровень по филам прошлого дня. Посмотрите, вот у нас была зона 59,420 приблизительно. Первый ход шорт был как раз от этого уровня. Стоп был спрятан за откат. Видите, первый стоп высадили. Стоп был сполен по стопу. И у нас образовалась новая модель. Это ложный пробой, образованный двумя свечами. На откате еще раз и тестирование зоны 59,420 приблизительно. Еще раз перезаходил позитиву. И стоп ставил уже за ложный пробой выше 59,520 приблизительно. Видите, еще раз доиспоин стоп лосс. И данный уровень распилили. То есть, инструмент никуда не хотел идти. Конечно же, можно было отметить вот этот лоу, как уровень 59,200. Видите, когда такие паранормальные бары, да, с большими хвостами на объеме, уровень обычно будет. Но так как у нас был тренд и закрытие на дневном графике ниже уровня 60,000, я рассчитывал на движение хотя бы в зону 50,000. Ну, конечно же, я всегда забираю 3,4,5 к одному. И не стал бы сидеть. Но, правда, что на небольшой диспозитии можно было бы посидеть в зону 55,000. Но мы видели две сделки и два стопа. Еще тратного такое иногда бывает. И посмотрим еще далее. Перейдем к максимуму. Это у нас будет вторник 7 числа. Посмотрим сделки по золоту. Хотя, видите, сейчас рынок часто выкидывает. И можно даже посмотреть на золото. Смотрел зону 1232. Как уровень еще с истории. И также уровень с прошлого дня. Видите, с которого инструмент делал свой перехай. То есть уровень, с которого инструмент делал перехай и перелом, имеют дополнительную силу. То есть они увеличивают свою важность. Первый вход именно от зоны 1232. Стоп был спрятан за этот отказ. То есть порядка полутора долларов. Выход по скопу. Еще раз после ложного пробоя был перезаход. Видите, еще раз выбили. После некого движения уже казалось, что рынок пройдет. Но, как это часто бывает, в золоте стопы исполняются очень легко. После третьего выхода уже я решил еще раз произвести позицию. И, как мы видим, модель отработала. Фонд был также от зоны 1232. Стоп порядка двух долларов в данном случае. И цели выставлялись в зоне 1240. То есть там оставалось запасы фонда порядка 4 к 1. И мы видим, что часть позиции была закрыта в 1236. Здесь 1238. 1240. 1239.5. Также вот здесь, видите. И вся позиция как раз была закрыта до зоны 1240 долларов. Конечно же инструмент потом пошел выше. Но в данном случае после исполнения двух стопов хорошо, что удалось взять некое движение и отбить эти стопы. Итак, видите, сделать немного по инструментам разным. То есть по двумя инструментам бывает две сделки в день, либо три сделки в день, как было по золоту. Но оно отрабатывает. И видите, также я обратил внимание еще раз в следующий день на золото. Что мы увидели? Открытие вверх. То есть, прошу прощения, открытие было вниз. Потом обратное движение вверх. Пробитие зоны края прошлого и позапрошлого дня. Это зона 1200, если не ошибаюсь, 1239 долларов. При закреплении выше на откате как раз к этому уровню открывалась позиция с двумя частями. Средняя цена входа была 1239,8. Стоп был полтора доллара. И тейки я не ставил. Планировал посидеть по тренду и посмотреть, как будут развиваться события. Ближайшая цель движения у нас была в зоне 1250. Видим, это зона, от которой инструмент менял свое направление. И зона последнего отката. Видите, вот она есть на Динамграде. 1250 долларов. Но при подходе, видите, к зоне 1248-1249 инструмент немножко скорректировали. И я понятен решение закрыть позицию. Часть закрыл по 1245, часть 1246 и последнюю часть 1245,8. Видите, но удалось забрать движение в порядка двух долларов. То есть, четыре к одному. Стоп у нас был полтора. Отели удалось забрать 6 долларов. То есть, четыре к одному. Если вы умеете смотреть, конечно, за 1248 можно было забрать немножко и больше. Но все движение, как мы знаем, на рынке забрать не всегда удается. Иногда тут не бывает. Перейдем дальше. Итак, 9 число. Хорошая сделка была по Сбербанку. Видите, иногда бывает просто один хороший трейд сделать и торговать больше не нужно. Такое было в четверг, сейчас будем еще в пятницу посмотрим. Это было по МХС, и все знают, какое движение. То есть, один правильный трейд делается, и можно уходить заниматься своими делами. Это трейд называется по книге. Все знают, у нас есть, мы изучаем ложные пробои одно и двумя свечами, что мы видели в данном случае. У нас есть сильный уровень поддержки. Посмотрите, он у нас был на длинном графике. Удерживали зону 17400 бат. В предыдущий день мы закрылись ниже данного уровня. То есть, вот здесь было пробитие, закрепление ниже и обратный откат. Но все-таки инструмент на днефти закрылся ниже данного уровня. Это указывает на то, что в данном случае победил продавец. Здесь побеждал покупатель, когда удерживал уровень. Но когда мы закрылись ниже данного уровня, победил продавец. Он показал свою силу. С утра произошло некое движение вниз с обратным откатом и ложным пробоем на объеме зоны 17400 бат. То есть, в этом случае он добрался и позицию. Здесь он собирал, собирал. Наверное, не все собрал. Делал ложный пробой, дал сигнал на вход. И мы зашли в позицию. То есть, вход был 17400... Скажу, 403. Стоп, порядка 37 пунктов. За ложный не ставил. Было немножко много. 50 пунктов для Сбербанка. Моговато. Видите, от АР у нас был в данном случае 320. То есть, можно было поставить там 30-30 с чем-то. Но, учитывая такое сильное движение, тут бы и 50 пунктов нормально было. Но никто не знает, сколько он пройдет. То есть, стоп был 17440. И цель я выставлял 17302. Вот она первая исполнена была. Да, 260. Второй тайк. 140. Вот здесь. Да, ниже. Ну, основная позиция, конечно, закрывалась большие части. Первыми тремя тайками. Последние сиделись плохо по тренде. И последней части заходил руками в зоне 17000 пунктов. Уже было пройдено порядка 450 пунктов. То есть, АТАР у нас был в 320. Было пройдено 450. У меня решение не рисковать. И забрать остальную часть позиции. То есть, забрать тейк профиль. Видите, сделка отработала очень хорошо. Посмотрите, за 2 часа, 2,5 часа, сделка отработала. И можно было входить заниматься своими делами. То есть, хороший край, больше я в рынок лезть не стал. И посмотрим еще одну сделку в пятницу по Амиксай. Очень похожая ситуация к подвербанку, но тут немножко быстрее вход был в первый час. То есть, мы увидели также, обратив внимание на дневной график, мы закрылись ниже уровня, там 1200-1205 уровень дневного графика. Видите, это зона, с которой инструмент менял свое направление. Вот посмотрите, вот этот раз. И делал по перехаду. Также, видите, после сильного движения, в этом, в этой ценовом диапазоне, цену старались остановить. Но сходили немножко ниже, в зону 280. Но все-таки я отметил для себя уровень 220. Плюс куруглая цифра. Мы знаем, куруглая цифра также имеет дополнительный усилий. Инструмент открывается возле зоны 21195. Видите, и консолидируется порядка одного часа. То есть, стояли с 10 до 11 по настольному времени. Позиция открывалась двумя частями. Средняя цена входа была 2198.2. Стоп я ставил порядка 2,3 пункта. От армии видим у нас 30 пунктов. То есть, можем вставлять стоп где-то 3, ну максимум 4 пункта. Я поставил 2,3 пункта до стоп. И цели 290, 187. Мы видим, да? 183, 180 и 178. В данном случае 178. Немножко повезло ударили прямо сюда. Но это был потенциал определен с лоб предыдущего дня. Видите, как раз лоб предыдущего дня отработало. Немножко перебили. И старались закрепиться выше. Как мы знаем, потом уже инструмент, почти всего один, стоял возле этого уровня. То есть, видите, далко работать в начале дня. Такое иногда бывает. Видите, когда инструмент открывается ниже какого-то важного уровня и начинает удерживание снизу, можно иногда заходить в первый час. Но первый час приходится только, если понимается модель торговли, а также спешить не надо. В первый час торговли, как мы знаем, обычно работают пробойные модели. То есть, отбои от уровня работают только, если инструмент открывается возле какого-то важного уровня, возле которого он закрывался в предыдущий день. Либо, как было в Сбербанке, мы продемонстрировали ложный пробой сильного какой-то зоны и закрытие ниже на объеме. Также можно ходить в первый час. Либо еще есть одна модель, это торговля от ГЕБО. Кстати, который мы с Александром Ретвиненко будем обучать на нашем курсе обучения, который начинает уже сегодня, ребята. Кто зарегистрирован, напоминаю, мы начинаем в 20 часов по московскому времени. Кто еще не зарегистрирован, остались 3 места только на курс. Поэтому регистрацию по ссылке я вам скидываю в чат. Можете находить, всех будем рады видеть. И сегодня мы, как озарился, начинаем. Игорь, как у вас дела? Скажите, пожалуйста. Да, я здесь, смотрю вас, слушаю. Роман, спасибо большое за ваш обзор. У меня вопрос. Можно вернуться на фьючерс, на индекс РТС? И посмотреть, вот если сегодня торговать интродэй, покупать или продавать, вы бы, что, может быть, на коротком тайм-фрейме посмотреть, что бы вы посоветовали делать сегодня, если бы постоять до закрытия сегодняшнего дня? Хорошо, Игорь, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Смотрите. Сразу обращаю... Индустрация рабочей стола у нас работала, да? Да, да, все отлично. Обращаю ваше внимание на дневной график. В данном случае этот инструмент пока выглядит намного сильнее, нежели другие. По Сбербанку, по Газпрому, достаточно сильное движение вниз. РТС всего лишь прошел на 3000 пунктов вниз, протестировал зону 116.200, и мы видим обратный откат. Но есть важный момент. Если мы посмотрим на часовой график, у нас есть сильный уровень в зоне 118.1800. Мы сегодня увидели геп вверх, тестирование данной зоны снизу, небольшой ложный пробой, видим, на объеме, и обратный откат. Но все-таки инструмент пока смотрится сильнее рынка. Я бы ожидал, если инструмент сейчас пойдет еще раз зону 118.000, возможно, открытие композиции с целью 117-116.500. Или закрепление выше 118.000, когда у нас откроется потенциал движения минимум 118.900, 118.850. То есть нужно смотреть, где будет закрываться цена. Пока он смотрится очень сильно. Открыли сверху, видите, пока у нас локальный тренд у нас повышающийся, но есть сильный уровень в 118.000. В данный момент точки входа нет, потому что цена находится между уровнями 116.500 и 118.000. То есть нужно либо открывать шорт от 118.000, с целью 116.500, либо открывать от 116.000 с целью 118.000. То есть сейчас я бы в него не стал лезть. Или в случае закрепления выше 118.000, открывать уже длинные позиции с целью 118.000, 119.000. То есть нужно смотреть, как будет себя вести инструмент. Но скажу так, пока по дневному графику, если смотреть, сколько мы росли, обычно идет распределение. То есть идут большие свечи на больших объемах. Пока мы такого не увидим. Знаете, когда окончание движения, большие свечи на объеме, когда уже все выходят, большие игроки, кто заходил в лонг, и движение как таковое может быть установлено. Пока мы такого не видели. Скорее всего, я бы сказал, что движение по тренду будет продолжено. А также, обратите внимание, все падения, то есть откаты небольшие, очень быстро выкупаются. Смотрите, два дня падали, за три дня сразу все выкупает. Смотрите, тут падали, 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 немножко, видите, сразу же выкупает. И не идет перелог. Видите, перелог нет. Состоянно все хаи обновляются. Смотрите, было перекайс сделано, хаи не обновляются. Это указывает на наличие большого покупателя в данном инструменте. Конечно же, есть новостной фонд. Если будут какие-то новости негативные, может быть, что угодно, может где-то пробить и пойти в зону 111-800, а там уже нужно будет смотреть. Конечно же, ключевая точка у нас в аэропрессе в 101-800. Вот если вот этот уровень будет пробит, тогда откроется потенциал в около 180 тысяч пунктов. Но пока мы, как мы видим, у нас есть ближайшие уровни, это 118 и 116-200, если брать с дневного графика. А если брать часовика, это 118-116,5. То есть нужно работать от этих уровней. Пока я бы никаких действий не предпринимал, либо на открате 118-116, либо лучше этого уровня лонг, либо уже лонг от 116-116, ну либо, конечно, 116-116,5 ниже этого шорта. Вот это такая моя модель торговли. Ясненько, понял вас. Хорошо, спасибо большое, Роман. Я почему спрашиваю? Через 40 минут будем транслировать Валерия Мартынова в битву, участвует в битве на этой неделе. Наш эксперт Ютрейд ТВ, я думаю, вы знаете, он выступает по утрам ежедневно, да, в 10 утра. И мы вчера с ним обсуждали и встречались в Москве, обсуждали, какая сделка на сегодня. И он остановился, ну, во всяком случае, вчера вечером. Он, естественно, может сделать другую сделку. Но вчера мы посмотрели из того, что есть. Наверное, покупка индекса РТС мы посмотрели. И, возможно, эта сделка сегодня и будет. И вот я сейчас смотрю с тревогой. Меня, конечно, больше всего тревожит, что нефть, друзья, снижается. Коллеги, кто на нефть, обратите внимание, на этом части существенно идет вниз нефть. 50-6-38. Немножко заталкивает вниз РТС этим. Но РТС держится гораздо лучше, чем нефть. Если нефть уже просела ниже открытия, то РТС держится еще. Ну, 50% движения утреннего удерживает до сих пор. То есть, если сейчас малейшая будет смена тренда по нефти или хотя бы отбой до открытия, то я думаю, РТС пойдет дальше наверх. Но, а если вдруг нефть двинется вниз, думаю, что сборит РТС. Я думаю, что это будет не очень хорошо. Ну, видите, сейчас я хотел бы обратить внимание, Ваше, Игорь, что сейчас немножко раскорреляция пошла. То есть, мы видим, что нефть может стоять на месте. Вот посмотрите, даже в этом случае по нефть, да, по динаму графику. То есть, вы видите, что она стояла в ренч. А если посмотреть на РТС, РТС у нас обычно больше в РТС-розе нефть. То есть, нефть у нас стоит в неком небольшом ренже, а на глобальном графике она вообще находится в нисходящей тенденции. То есть, посмотрите, РТС намного другая картина. То есть, он отрабатывает намного лучше. Посмотрите, какой тренд. Видите, какой тренд у нас с сентября, например, по РТС-у. Если мы перейдем на нефть, да, то есть у нас никакого тренда такого сильного нет. Ну да, немножко выросли, но посмотрите, сколько мы стоим уже в ренч. РТС смотрится намного сильнее. Немножко корреляция, конечно же, есть. Почему? Потому что то, что-то привязано к доллару. То есть, РТС привязано к доллару, плюс он реагирует как раз на вот эти нефтяные скачки. Но корреляция намного меньше. Неужели она была раньше? Намного меньше. Поэтому посмотрите, намного сильнее смотрится РТС. Но если, конечно же, нефть будет корректироваться на минус 2, я думаю, тогда РТС сильно расти не будет. Он либо будет стоять на месте, либо будет также немножко корректироваться вместе с ним. Сейчас, я говорю, он находится как раз в середине диапазона. Я понимаю, вы говорили, Игорь, что можно покупать. Это было правильно сделано. Потому что, если мы посмотрим на дневной график, у нас произошел выкуп. Видите, мы три дня стояли возле зоны 116-200 и произошел выкуп обратно. Это была правильная стратегия. У нас в предыдущий день закрылся как раз синяя свеча, повышающаяся, выше уровня. То есть, в следующий день нужно смотреть на открытие длинных позиций. Но у нас есть уровень 118. Если мы 118 будем пробивать вверх, тогда, скорее всего, тренд продолжится вверх. Именно в зоне, во-первых, первый отель будет 118-800. Далее зона 118-700, 120 тысяч. Ясно, понял. Спасибо. Гость 777 задает глобальный вопрос. Как вы думаете, бумаги РФ развернулись вверх? Бумаги РФ развернулись вверх? Мы все смотрели акции у Александра Литвиненко. Там почти все инструменты, очень многие находятся в восходящей тенденции. То есть, рынок действительно сильный. Если мы смотрим по MXI, у нас были продемонстрированы, то есть, пробиты исторические хаи. То есть, пока тренд у нас именно восходящий. Не все бумаги, то есть, как мы знаем, очень многие бумаги живут своей жизнью. Так же, как мы видим сейчас на рынке, да, смотрите, Сбербанк намного сильнее Газпрома. То есть, Сбербанк может стоять, Газпром может падать. Либо наоборот. Все очень хорошо. То есть, бумаги начали жить своей жизнью. Это происходит на Америке. Сейчас началось такое и на России. То есть, нужно смотреть отдельности каждую бумагу. Но большинство, большинство этих бумаг находится в восходящей тенденции. Поэтому смотрите на дневной график. Если дневной график, мы видим, растет постоянно, то нужно играть по тренду. Самые большие деньги, которые зарабатываются, они зарабатываются именно в движении по тренду. Либо в одну, либо в другую сторону. Смотрите, либо сильнее акция, чем рынок, да, либо она слабее. И играть в ту сторону, куда идет цена. Ну и смотреть, конечно же, где мы находимся по отношению к другим уровням. Если мы пробили исторические хаи, конечно же, нужно смотреть хаи больше. Потому что если открывается исторические хаи, это не делается просто так. Это делается какой-то целью. Как мы видели, аэрофлот, да, там, у десяти лидеров смотрели там за два года аэрофлота. Или за полтора года. Можно было взять без плеча и сделать тысячу процентов просто на одной акции. Понятно. Очень интересно сейчас смотрится о бумаге, поэтому смотрите внимательно. И смотрите, куда идет тренд. Понятно. Хорошо. Поняли вас. И у меня итоговый вопрос. Роман, я отправил вопрос на РБК-ТВ, вопрос Валерию Мартынову. Пробьет ли фьючерс на индекс РТС 120 тысяч на этой неделе? Какая у вас идея? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вопрос хороший. Сложно сказать. На этой неделе, не на этой неделе. Я думаю, ближайшая, наверное, неделя 2-3 может и пробьет. Но если нужно смотреть, будет как будет вести себя нефть. Будет какие запасы выходить. Во-первых, если вот... Единственный важный момент, если нефть пробьет 58, я думаю, шанс, что РТС пробьет 120 тысяч, это 90%. Если 58 нефть пробивает. Потому что как раз вот отсюда постоянно идут какие-то продажи. Я бы сказал, скорее всего, на этой неделе будет зависеть от новостей. Пробьет или не пробьет? Давайте сделаем так. Давайте скажем, что не пробьет на этой неделе. Я буду говорить право. Я понял вас. Ясно. Не, у нас план другой. У нас план, так сказать, Валерий озвучит тему, призовет всех покупать индекс РТС. Так, чтобы там минут через 15 он пробил 120 тысяч. Это было бы хорошо. Если бы точно так было, я бы сразу сейчас бы купил вместе с вами. Если бы я точно сказал, что 15 минут будет превратить 120 тысяч, 2,5 тысячи фунтов. Нормальная сделка. Я тоже так думаю. Ну что, смотрите 12.35 и смотрите за рынком. Что будет с рынком 12.50. Так что, внимательно, конечно, будем смотреть. Ну, шутки шутками. А если, может быть, помните, я выступал 21 октября, когда на РБК ТВ. Я озвучил тему, что разгуляй, может вырасти до 12 рублей за акцию. А, кстати, это была идея Валерия Мартынова, к слову сказать. Ну и мы за час угнали его на 40% наверх. Ну, это хорошо. Очень хорошо. Если бы так происходило, это хороший сигнал был бы. Так что ту битву я выиграл с хорошей недельной доходностью. Суть какая. Конечно, разгуляй, это не индекс РПС, это понятно. Но я, кстати, абсолютно уверен, что если толпа соберется и сейчас войдет вся в индекс, то мы поймем там очень хорошо. Мы можем гораздо больше. Ютрейд ТВ смотрят 4 тысячи активных трейдеров в течение дня. То есть, если сейчас толпа соберется и там хотя бы все по половине депозита войдут, то оно через 15 минут реально пробьется. И никто не будет знать причины. Но это уже, конечно, каждому самому решать. Роман пишет уже мне, какой коварный телезритель. Все смеются, потому что Хрупова, она когда озвучивает мой вопрос, она говорит, а вот наш постоянный телезритель Игорь Суздальцев. И поэтому у нас в чате любят шутить на тему постоянный телезритель. Игорь Бергер задает вам вопрос. Роман, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, на Сбер 6.17, на Юньский Сбер. Что это? Кого-то из арбитражеров порвало по ногам? Так, а что там? Это момент очень простой. Я вот открыл специально этот инструмент, посмотрите, какой здесь стакан. То есть стакан, провалы идут по 100 пунктов, по 50 пунктов. Просто смотрите, объем всего лишь 147 контрактов. Ударили вниз по рынку. Кто-то может перепутал заявку, например, да, либо что-то еще сделал. И 100 контрактов продал. И кто-то кого-то там внизу забрало, там, 3 контракта по 15, сколько здесь? То есть 144, там, 340 и обратно выпутали. Посмотрите, провал в стакане от 670 до 16 тысяч всего лишь, там, контракта, наверное, там, 250. Поэтому кто-то может перепутал заявку, либо кто-то специально ударил. Возможный инструмент, кто-то знает, будет идти вниз, либо вверх. Обычно, когда вот такие идут, скажем так, хвосты, они выступают очень сильными уровнями. И, как я замечал по истории, обычно цена вот сюда доходит. Может быть, это по старому инструменту, там, в среднесрочной перспективе, возможно, цена сойдет. Либо кто-то перепутал свои заявки. Ну, смотрите, тут всего лишь 147 контрактов, поэтому кто-то там купил или продал по рынку, перепутал заявку, там, ничего такого нет. Ну, это не ликвидный контракт, это контракт, который будет торговать в ВИН. Поэтому пока мы торгуем только в 3.17, туда сильно не лезть. Если кому-то повезет, там дадут, и потом сразу можно будет продать на 300 пунктов выше, или на 400 пунктов выше, это хорошо. Но такие моменты сильно рассчитывать не стоит. На дистанции, скажем так. Ясненько. Не, ну, конечно, это явно что. Можно было бы предположить, что это просто сносит стопы кому-то. Ну, кому там, там, 5 участников, господи, там, да. Это не тот круг, где сейчас идет рыбаута, конечно. Там стопов, если нет, Игорь, там может быть стопов на 30 контрактов. Это большому игроку вообще неинтересно, на самом деле. Понятно, конечно, конечно. Хорошо, Роман, поняли вас. Спасибо большое за ваш обзор ответа на вопросы. Вам хорошего дня, удачи сегодня. Спасибо вам, Игорь, вам хорошего настроения. Ребятам желаю хорошей торговой недели и увидимся. До свидания. Обязательно. Всего доброго. Спасибо.